Всем привет! Ещё совсем недавно я как-то сидела вот так и думала, что я всё-таки счастливый человек, потому что в такое время у меня, слава Богу, все живы, здоровы, всё в моей жизни хорошо. И я, конечно, радовалась этому и благодарила за это Бога. Но в один прекрасный день позвонили мне и сказали мне, а до этого другим людям, что мой дядя погиб на войне. Хочу немножко рассказать о дяде. Хочу, чтобы это видео осталось в память о нём, потому что даже многие из вас, особенно кто следит за моим каналом давно, но не раз виртуально гуляли по двору моего дяди и тёти и видели даже, возможно, самого дядю. Когда я ездила в Украину, я снимала оттуда видео, и вот там вы могли их видеть. Это очень был такой позитивный и оптимистический человек, который всегда, у него всегда было очень много целей, планов на жизнь. Он был достаточным таким мотиватором даже для меня в какой-то степени. И я его помню с возраста, наверное, четырёх или пяти лет, потому что мы жили в одном селе, мы часто виделись, я много времени у них проводила, потому что у дяди с тётей было ещё два сына, которые были младше меня, но тем не менее мы с ними играли в каком-то определённом возрасте, мы часто с ними играли, я часто была у них, они часто были у нас. Я помню первое воспоминание совместное с дядей, когда он нёс меня у себя на плечах и что-то дразнил, а я ему в ответ отвечала. Я его очень любила, это муж моей родной тёти. И тётя – это родная сестра моего папы. И несмотря на то, что он как бы у меня даже и не родственник, да, ну, он муж моей тёти родной, но для меня он был реально самый, что не есть, родной дядя. Я его очень любила, он меня тоже очень любил, потому что я была одна из его старших племянниц. Там были мальчики, у него тоже были мальчики, а девочек почти там не было. И я была одна из первых племянниц. И да. Потом в школьные годы они переехали в другое село, но тем не менее связь, так как мы родственники, мы поддерживали постоянно. А в студенческом возрасте он мне опять-таки помогал. Когда я брала академ-отпуск, мне надо было, и в связи с болезнью, мне надо было позакрывать экзамены. Он вместе с моей мамой приезжали в университет, ходили по преподавателям, помогали, договаривались, чтобы мне поставили, где автоматом, где по упрощённой системе поставили экзамены, за что я ему тоже очень благодарна. Потом, когда у меня уже была более взрослая жизнь, я пошла на первые свои работы и вляпалась в одну неприятную ситуацию с деньгами в игровых автоматах. Он тоже меня очень морально поддерживал, несмотря на то, что находились мы друг от друга на расстоянии 600 километров. По телефону он меня поддерживал, он давал мне инструкции, как лучше поступить, что лучше сделать, потому что это был всегда такой, несмотря на то, что человек жил и рос в селе, он был очень активный, общественный такой человек, общественно деятельный. И он один из первых, кто приехал, да даже один из немногих, помимо сестры, кто приезжал ко мне в Израиль в гости. Тут вот осталось даже у меня на память несколько прекрасных фотографий. Каждое лето, когда мы ездили в Украину, я с ним вместе встречалась. Ну как, мы ездили в гости к тете, он там тоже был. Мы устраивали прекрасный обед или ужин, общались и проводили вместе время с его семьей, с нашей семьей. Он прекрасно относился к моему мужу, несмотря на то, что сам он говорил на украинском языке, он знал, что мой муж Саша, он не знает украинский язык и разговаривает на русском. Он автоматически переходил на русский язык, он не пытался строить у себя какого-то украинского патриота, хотя он очень любил Украину, я расскажу дальше, как он ее любил и что из этого получилось. И тут пришла война. У дяди было завышенное чувство справедливости, то есть он не мог на это смотреть. И первое, что он делает, когда началась война в Украине, это записывается в терроборону. В свое время он служил в Одессе, в морских войсках, если я ничего не путаю, но вроде да. И его записывают в терроборону, а потом он просит, чтобы его взяли в добровольческий полк. Я не очень сильна в этих всех военных терминах. Ну, в общем, его берут, ему 54 года, он в отличной физической форме, он здоров. По этому видео, которое я снимала, одно из последних в Украине, можете увидеть, посмотреть на этого жизнерадостного человека. Привет. Привет вам, украинцы. Это мой дядя бизнесмен, который после 40 начал в своей жизни ставить цели и достигать того, что ему хочется. Ну да, не чуть-чуть, больше 25. А, ему очень больше 25. Хорошо. И вот он отправляется на учения. Вначале в нашей Хмельницкой области проходят учения, потом их отправляют где-то в Сумскую область. Там тоже они роют окопы, учатся. Я ему звонила, если честно. Мы постоянно переписывались в Вайбере, отправляли друг другу какие-то картинки, сообщения, голосовые. А вот позвонила физически я ему где-то в апреле, то ли в мае. Он был в Сумской области. И я с ним вот так разговаривала, расспрашивала. Он мне многое не мог рассказать, потому что, ну, как бы, чтобы не выдавать какие-то свои позиции, не знаю, на всякий случай. Он рассказывал, что они копают окопы, что люди под этим селом, где они находятся, очень добрые. Они приносят им еду. Несмотря на то, что, конечно, еду они покупают сами за свой счет. Они получали, им армия платила какую-то там зарплату. Но и разную форму они себе сами тоже покупали. И средства от комаров. Вот он жаловался, что очень, я говорила, ну, вот, может, вам что надо, может, как вы вообще, как? Он говорит, да, нормально. Мы иногда, говорит, ночуем в окопах, иногда даже в домах. Говорит, все хорошо. Единственное, что комары очень кусаются. И что это не помогает. Потому что, ну, я знаю, тут климат украинский. И вечером комары даже в селе, они ужасные, что говорить в каком-то открытом поле. То есть, единственная жалоба-то у него и была там о комаров. Я ему говорила, он мне часто присылал фотографии каких-то красивых цветов. Я говорила, что, дядь Митя, вы лучше присылайте мне цветы с вашего сада, потому что они у вас прекрасны. Потому что тетя очень любит цветы, и она, ну, у нее весь сад в цветах. Кто видел эти видео, он понимает, о чем я. Так. Да, я обещала себе не плакать. И он на что отвечает, что Алузька, он всегда меня называл Алузька, или Анатольевна Старшая. Потому что папа мой Толик, ну, а я Анатольевна. Говорит, не переживай, все будет хорошо. Летом мы ждем вас в гости. Ну, пришло лето. Пришло лето, и вот начало августа, и дядю вместе с его ротой, я не знаю, вместе с этими военными солдатами, как мне называть этих людей, не знаю, как правильно, отправляют в Донецкую область. Отправляют на передовую. Якобы они подготовлены, и т.д. и т.п. Он предупреждает тетю, что у него не будет связи, что у них заберут телефоны, которые пришлют потом. Ну, в общем, что связи не будет. Действительно, с ним нет связи, через неделю он появляется. Возможно, путают дни, но, в общем, долго не было связи. Потом он появляется на минуту с чужого телефона, говорит, что у него все хорошо. И потом опять пропадает на неделю, и от него никакой весточки. За это время у них с тетей была годовщина. Я еще помню, 4 или 5, я не помню, какого числа, может, 7, 7 августа, наверное, я отправила ему сообщение, что, ой, извините, не поздравила вас с годовщиной, забыла, кажется, у вас было где-то на днях. На что он ответил, какого числа конкретно было. Я пожелала много лет совместной жизни с тетей. У них была годовщина, это 33 года. Он прислал мне смайлики, поцелуйчики. Ну, в общем, поздравил его с этим. А потом вот следующая новость, которая уже была потом, это тете позвонили и сказали, что их рота попала под обстрел. Их окопы обстреляли из минометного огня, из танка. И несколько человек поранены, несколько человек убиты, в том числе и наш дядя, мой дядя. И его тело вытянули из окопа, хотя вроде как он еще вначале был жив, но это рассказывал один из раненых. Но потом уже все, его опознали. А несколько тел вообще остались в этих окопах, их не смогли вытянуть. То есть тут можно только сказать спасибо за то, что хотя бы тело дяди можно будет похоронить по-человечески. Конечно, мозг очень долго не мог принять это за реальность. Никто не мог в это поверить, как это могло быть. Никто в это не верил, потому что мозги отказывались верить, потому что в это поверить очень-очень тяжело. Человек, у которого куча планов, который был силен, здоров, полон энергии, и тут его просто нет. Тетя, тете очень тяжело. Два сына взрослые, один женатый, другой живет гражданским браком. Очень тяжело. Конечно, всем очень тяжело. Ну и самое такое еще, это то, что тело не так быстро доставить. Оно где-то там в центральной Украине, военкомат этим занимается. И все это время у тебя какая-то такая маленькая надежда. А вдруг это неправда? А вдруг хоть каких-то там доля, одна десятая доли процента, что это не дядя? И пока не увидишь тело, то не успокоишься и будешь принимать за живого. Хотя все вокруг официально говорят и твердят, что нет, опознали, и это он. Доставкой тела в село моего дяди занимался военкомат, занимается военкомат. Это процесс, и это не так быстро. На четвертый день после того, как произошло, я немножко пришла в себя. И я решила, пока в памяти свяжи все эти воспоминания, записать вот этот момент. А уже когда будет тело, похороны, я еще немножко добавлю и оставлю этот ролик. Дядь Митя тут весь в волнах крутится. Хочет сфотографировать, а я его на камеру снимаю. Будет видно классно. Зараз я вас сфоткаю, да? Тело дяди привезли только на десятый день. Все это время было очень тяжелым временем ожидания, особенно для тети. В тот же день, когда дядю привезли, в тот день его и похоронили. Потому что координировал это все военкомат. Похороны проходили по военным традициям. У входа в село машину с дядей встречали жители села, стоя на коленах. Впереди ехала полиция, потом ехала машина с дядей. Ну, их привезли домой. Он побыл там только где-то пару часов у тети во дворе, в доме. Разрешили посмотреть на дядю, тети и сыновьям. Ну, и похороны проходили в закрытом гробу, конечно же. Очень много людей пришло провести дядю в последний путь, потому что дядю многие знали, да и тетю тоже. Поэтому многие пришли поддержать. Ну и все. А дальше человека нет, а война продолжается. И когда это касается тебя, ты понимаешь, насколько страшное время. И насколько много людей в наше время в Украине теряет родных людей, которые для кого-то очень близкие. Родные, любимые, долгожданные, желанные и т.д. и т.п. И, конечно же, хочется, чтобы война быстрее закончилась, чтобы Украина победила. Каждые несколько недель в наш регион привозят убитых мужчин. И это далеко не радует. Очень не радует. И несмотря на то, что жизнь вокруг продолжается, все везде прекрасно. Даже в самой Украине многие гуляют в свадьбы, ездят на отдых. И вроде жизнь продолжается, но о войне забывать нельзя, потому что война это страшно. И люди, которые пошли защищать свою землю, свою родную страну, вызывают у меня очень большое уважение. Ничего я не могу сказать о тех, кто приходят на территорию Украины убивать. Убивать мирное население и убивать солдат, которые защищают свою родную страну. Этим я никогда не пожелаю счастья. Их родственникам тоже. Потому что ради денег идти убивать других людей, ну, знаете, это такое себе еще. Дурацкие комментарии улетят автоматически в топку. Потому что под этим видео не место для них. Это видео в память о моем дяде. Оно, конечно же, будет в общественном доступе, потому что о войне забывать нельзя. Ну, а те неоднозначные, которые до сих пор, возможно, еще блуждают по моему каналу, я прошу, конечно же, отписаться и не занимать просторы моего внимания и моей души. Потому что мне с этими людьми далеко не по пути. И у меня немножко другие ценности. На этом все. Всем спасибо за просмотр и пока.